Бразильский карнавал Бразильский карнавальный костюм состоит из ряда элементов. Увесистое украшение на голову, оно может достигать нескольких килограммов. Так называемый рюкзак за спиной или хвост, это могут быть птичьи перья или крылья ангела, обувь на высоком каблуке и минимум одежды. У нас на самом деле эти костюмы, они идут более открытые, но поскольку в Москве и в России это еще новое, мы постепенно это развиваемся. В Москве карнавал проходит только шестой раз, хотя возраст бразильской самбы почти пять столетий. Португальцы завезли ее в Бразилию вместе с рабами из Конго и Анголы. Но глядя на эти кадры, трудно представить, что латиноамериканцы исполняют неродной танец. Впрочем, как и российские артистки. В костюме северного сияния в торжественной колонии темпераментно чеканит шаг тренер с Дальнего Востока Дарья Савина. В самбе вообще нет ошибок. Если ты уже можешь шагать, это уже самба. Главное получать от этого удовольствие и улыбаться. Правила несложные, не так ли? Мы тоже решили присоединиться к шествии. Анастасия, скажите, какие движения? Вот я хочу попробовать, как нужно двигаться. Во-первых, нужно почувствовать себя настоящей королевой. То есть на вас смотрят все, вы прекрасны. Дальше, базовый шаг. Правой ногой. Раз, два, три. И другой. Раз, два, три. Это базовый шаг. Два, три. Раз, два. Простые движения и более техничные па участникам карнавала показала хореограф из Бразилии Майяра Сантос. Майяра придумала собственный бренд – фитнес-самбо. По ее словам, это не просто яркий и темпераментный танец, но и отличный способ быть в форме. Это здорово, что бразильская культура находит отражение во всем мире. Мне очень понравились русские девушки. Они отлично танцуют, но главное, что они увлечены и полностью посвящают себя музыке. Музыкальное сопровождение шествия обеспечивает батарея, иначе оркестр ударных инструментов. Больше десятка музыкантов или батукейрус отбивают национальные бразильские ритмы. В основном звучат металлические барабаны. Скажите, пожалуйста, что это за инструмент? Это называется куика. Какой звук издает, так и называется. Куика. Это национальный бразильский инструмент, правильно? Да, это национальный бразильский инструмент. Здесь палочка. По ней водят мокрой тряпкой. Батареи подпевают кавакинью. Инструмент чем-то напоминает укулеле. И акустические гитары. Музыканты следуют за батареей, сопровождая парад танцоров со всего мира. Не смог устоять перед страстной музыкой и посол Бразилии в России. Товарда Силва Нунас вместе с супругой пустился в кляс. Я люблю танцевать. И моя жена тоже любит танцевать. Поэтому мы на этом празднике, чтобы присоединиться к танцорам. Для меня это настоящий сюрприз, потому что это мой первый фестиваль самбы. Я приехал сюда только зимой. И становилось все теплее и теплее. И вот наконец-то теплая погода установилась окончательно. И теперь самба звучит в этом прекрасном парке. По тропинкам Измайловского парка шумная колонна следовала около полутора часов. За это время карнавальное шествие собрало несколько сотен зрителей. Одни снимали экзотический танец на мобильные, другие пытались присоединиться. Масштабы русского карнавала удивили приезжих танцоров. Каждый год я приезжаю в Рио на карнавал. Я просто одержим этим праздником. Здесь, в Москве, это шествие выглядит просто потрясающе. Не уверен, что это празднование в точности копирует карнавал в Рио, но это настоящее сумасшествие. Я очень рад быть здесь и очень рад быть в окружении ваших танцоров. Карнавальное шествие завершилось концертом танцевальных коллективов. Они исполнили латиноамериканские танцы и песни. И зарядили зрителей тропической энергией как минимум на год. Анастасия Шкитина, Александр Мамедов, ТВ, Брикс.